Привет, мой дорогой друг, с тобой твой знакомый, хороший человек, дядюшка Розе. И это обновление Lineage 2 Mobile, 11 октября. Я бы даже сказал, очень крутые обновления, потому что обновления это всегда хорошо. Это всё. Так, перейдём к обновлениям. Что мы тут видим? Запускается новое подземелье мастера, дворец Беоры. С 11 по 25 октября можно поучаствовать персонажами 70 уровня и выше. Но даже не каждый 76 уровень там сможет поучаствовать, я говорю за себя. Так, даётся 14 часов, есть 5 подземелий. В обычную могут попасть все. В новичок могут попасть кланы, которые сыграли 5 боёв, предполагаю. Ну а дальше уже ветеран от 1200 очков. Входы зависят от катакомбы отступников, война кланов. Ну в обычный все могут войти, и то бишь не все там могут стоять. Я там немножко побегал, ни одного моба не убил. Но можно в пати собираться как бы. Стоите, фармите, то что там по-любому будет. Ну вы туда идёте, наверное, не за опытом, а больше всего за итемами, которые там можно выбить. Также там падают знаки зверя. Это такая монета, за которую можно покупать разные ништячки. Там свиточки интересные. Нужно туда ходить. Да. Так, давайте посмотрим. Получается 5 подземелий. В каждом подземелье по 5 зон. Если мы посмотрим в каждом подземелье свой дроп-лист. Да. Также появляется ивент арфа королевы. Это типа курильницы что-то такое. Нужно вставить итем, чтобы появились мобы. Там будет много опыта и адены. Ну типа курильницы как в адене. Кто не знает, что такое курильница. Есть 2 курильницы. Одна находится вот здесь. И вторая находится вот тут. Когда вы убиваете в клане босса. Вам дают вот такую эссенцию. За которую можно крафтить вот такую урночку. То же самое будет и в вот этом подземелье. Вы убиваете монстров. С них падают там вот перья зверя. И вы можете создать урну. В которой будут вот это редкие героические легендарные урны. Там скрафтится рандомно. Будете призевать эту арфу. И там будут появляться волны мобов. Ну короче очень вкусненько. Можно подкачать кого-то. Подтянуть по опыту. Также появляются 4 босса. Солярис. Лучезарный. 22.00. Он будет 2 часа стоять. Если его за 2 часа не убить, он исчезает. 4 босса появляются в 4 подземельях одновременно. Ну в лобби стоят интересные вот NPC. Тут рассказывается. Знаки зверя, которые с мобов также падают. Уже видим некоторые свитки требуют левел. Вот только на 75 уровне можно купить 25 знаков. Это много или мало мне неизвестно. Но я там точно стоять не буду. Вот такой вот лобби древнего дворца. У доверенного рыцаря Беоры можно купить различные предметы за адены. Но это там же проходить. Да? Энергия. Знаки. Итого покупка в 5 миллионов адены. Теперь добавляется магический камень духа, ветра, высокого качества, тьмы, земли, воды, огня. Уже на плюс 2 переточенный камень ветра. Обычный камушек, который крафтится с фрагмента ветра. Они закрывают коллекции для добавления в коллекции. Вот урон от обычных атак. Очень интересненько. Вот такой вот магический камень, высокого качества добавили. Завершается лабиринт Харнака. Добавляются новые предметы. 2 героических, 3 редких. Очень неплохой символ, я смотрю. Также очень интересная жерелка. С увеличением урона от оружия 10%. Также добавлены новые коллекции предметов. Это все вы можете посмотреть на сайте Linaj2 Mobile. О, тут интересненько. Увеличенные награды за некоторые подземелья. Это Остров пробуждения, Горная зона конфликта и Некрополь. Остров пробуждения, кто не знает. Такой инстант, который проходит в понедельник и пятницу. 22.00, всего полчаса. Но в этом инстанте есть интересные боссы, за которых вам 100% дают сундук, если вы нанесли хотя бы 1 урон. Ну и остались, пока этого босса добьют, да? В этих сундучках награды увеличены. Честно, не скажу, сколько было раньше, но я помню, что там примерно, ну если там получается, боссов, которые находятся, если не ошибаюсь, в северной части. Ой, я уже не помню. У меня видео есть на канале, я прикреплю. Сверху будет видео, как проходить Остров пробуждения. Сверху ссылочка. Я фармлю этих боссов и у меня получалось где-то 130.000 Орденов Славы. Там где-то 70.000 Кристаллов, да? И еще зелье пробуждения. Я не помню, сколько давали, честно не скажу. Но теперь зелье среднего качества, это по 100 дают очков. То четырех боссов, которые стоят в четырех направлениях, дают по сундучку. И вот получается теперь 1200 очков. А раньше вроде бы давали, ну я не скажу сколько. То ли 800, что ли. Не скажу точно. Не скажу. Теперь еще больше будут давать. То не пропускайте Остров пробуждения, особенно новички. Если вы находитесь в соответствующем клайне, в соответствующем альянсе, где у вас прокинуты сейвы с биг сайдами, которые в фарме от этих боссов. То бишь, просто ходите, даете один урон боссу, отходите, получаете сундучки свои полчаса. Это очень просто неимоверные награды. Вы будете без сейва. Как бы сейв это, ну когда вас не будут задевать масухи, вас не будут сливать. Там какой-то топ, да даже средний игрок просто масухой вас убьет с тычки, я уверен. Горная зона конфликта проходит вторник, четверг с 7.20 до 7.41. За 10 минут до начала появляется окно. Вы можете зайти в лобби. И потом через минуту начинается это все действие. За победу дают 100 тысяч. Теперь я точно не буду пропускать зону конфликта, потому что 100 тысяч орденов. Просто побить мобов там, да, пойти. Ну просто находиться как бы в этом подземелье. Там победил. Даже брать вот поражение 30 тысяч. Тоже очень неплохо. Также там есть награды за места. 60 по 100 место. Вот я получил бы карты улучшенного агатиона. 3 штучки. Улучшенный кристалл 500 штучек. Героический свиток поручений Гранд Каина. 2 штучки. Вот примерно так, да. Еще там победа или поражение в зависимости. 100 тысяч или 30 тысяч орденов славы. Тоже вкусненько. Дальше Некрополь. Это битва. Это как бы королевская битва. Кто в паб играл, ну что-то наподобие. Только вам тут нужно бить мобов, да. Набить там больше 100 очков. И чтобы эти 100 очков у вас оставались на момент окончания времени в этом подземелье. Там получаются 3 этапа. И с каждым этапом все будет больше монстров. И третий этап там игра на выбивание. Там такой круг, где вы деретесь. И остается только самый сильнейший. Не думайте, что это только для топов. Даже я туда могу пойти. Человек 70 уровня может пойти туда. И как бы там есть свиточки интересные. Там с кристаллов, с боссов падают интересные свитки. Ну как это комбах отступниковых. Ну кто играет, то знает. Ну это отдельное видео надо делать. Ладно. Как бы Некрополь увеличены награды. Награды могут получить 2000 человек. Это награда за третий раунд, да. Первый, второй раунд вы бьете Мобал. Третий раунд это уже на выбывание. Вылетели 501. Получили награды. Вылетели там 31 по 60. И получили карты класса. Героический свиток Некрополя, да. Ничего себе. От 50 до 100 тысяч энергии. Так, надо походить. А, героический свиток поручения Некрополь. Вот он. Может поучаствовать. Как бы, ну хотя бы в первом раунде. Ну там не очень сильные монстры были. Я даже помню на 68 уровне ходил туда. Я был не очень сильный. Там что-то 110 точности, 90 урона. Но первый раунд я мог пройти, если меня не убивали. Не знаю как там. Не ходил туда. Не буду врать. Не буду рассказывать. Очень интересненько. Светок разбора это улучшенный кристалл. Зелё среднего качества, да. Растворитель высокого качества. Число врагов можно теперь добавлять до 60. Без сети увеличено с 8 до 10 часов. Шанс 8% добавлено оружие. Но я вижу по комментариям тут чего-то нет. Очень интересно. Контента навалили. Теперь перейдем к ивентам. Так, для кланов давать энергию НХАСАД. И Х2 награды за взносы не 300, а 600, не 500, а 1000, да. Также в городах стоит статуя. Баф на 4 часа. Увеличивает накопление энергии 10%. Снижение урона плюс 2 и макс грузоподъемность 1000. Припасы дворца Биоры. Приходит писемка. 21-0-0. Могут выпасть рандомные фрагменты. Расходнички. Также добавляется сезонный пропуск. В котором мы видим море Виталочки. 10 тысяч Виталочки. Но если постараться, можно получить 20 тысяч Виталочки. Карты 6 раз от обычной до героической. Вот такие вот сундучки, в которых реликвия энергии. Сияющая антикварная вещь. Цветок пробуждения. Ивент. Также видим агатионы 6 раз. Для пробуждения низкого качества. Опять такой сундучок. Но это уже смешно просто. От обычного до редки. Ни о чем. За прохождение. Дворец Биоры. Я даже каких-то 7 монстров засчитал. А хоть я никого не убил. Башня Дерзости. Пользовать энергию. Награды за посещаемость. Выполнить алхимические операции. Ничего себе. Охота на монстров в обычной Биоре. Победить боссов. Да. Мировых. Боссов острова пробуждения. Катакомбы отступник. Ну. Понятненько. Но пропуск ни о чем. Виталка. Если кому нужна Виталка, надо упороться. Также добавляется бесплатная ежедневная награда. Где будут давать ежедневно 3000 энергий анхасад. Первый день смехотворно. Обычный редкий. Дальше у нас свитки защиты лёгкости. Позволяет получить случайный предмет. Реликвия. Сияющая антикварная вещь. Или свиток пробуждения. Магический пергамент. Зелья пробуждения. Эй не могу. Просто циркачи. Просто циркачи. Какой мусор. Финальная награда. Лес камень. Дыхание хранителя пиоры. Такая помощь. За 1000 алмазов. На 7 дней. Ежедневная награда. Улучшенный легендарный. По 6 раз. Такой мешочек. В котором будет. Можно на выбор выбрать. Ордена. Знаки. Кристалл. Улучшенный кристалл. Что-то из 4 предметов. Редкий героический. Один раз. Святая вода. Улучшенные легендарные. Души. Даже не котики. Зелья пробуждения. Но финальная награда. Редкий. Легендарный. Ни о чем. Тоже ни о чем. Если честно. Ни о чем. Нет 100% шанса получения героического агатиона. Вот как бы 1000 алмазов. Но тут интересные очки пробуждения. Кристаллы души. Очень такое. Просто невероятно. У меня нет слова. Переходим до надмази. Видим за реал такой сундучок. Которым 4000 алмазов. 6 раз. Карта от редкий до легендарный. Для пробуждения высокого качества. И реликвия энергии. Тут у нас идут. За талисманчики. Мы можем скрафтить. Что у нас идет. С героическим доспехом. Можем сказать. Паки ни о чем. Да. Но посмотрим дальше. Но пока ничего интересного не вижу. Там книги были. Да. Прошлые паки. Очень вкусные были. А тут нам дают. Наверное. Перекурить. Улучшенный легендарный. Улучшенный героический. По Петра. Сордина. Знаки поручения. Кристалл. Улучшенный кристалл. Высокого качества. На выбор. Пособия. Реликвия. Зато есть. Благословенная святая вода. Еще 5 бутылочек. Если мы скупаем все паки. Нам дают. Редкие. Легендарные карты. На классы карты. Как и на гатенов. Но я скажу. Что паки ни о чем. Ну не знаю. Как вам обнова. Конечно. А. Подземелье. Очень круто сделали. Да. То бишь. Подняли. Вкусняшки. Вот это новое подземелье. Для топов. Ну там и новички. Можут собираться. Как бы в пачечки. Такие новички. Как я. Как бы проходить это подземелье. Фармить. Там вкусняшки. По любому есть какие-то. Не знаю. Возможно что-то пропустил. Пиши что я пропустил. Буду рад. Потому что я по любому что-то пропустил. Я себя знаю. С тобой был твой друг Розе. Всем до новых встреч. Давайте. Всем пока.